Пригожин обделался и оправдывается. Даже если он нажмет на кнопку, будущего в этом раскладе у целой нации, вот и все. Есть русские родственники, плати штраф. 1289 гривен. 200-я армия демонстрирует чудеса боевой выучки. Борец с орками приехал поддержать Киев в противостоянии с Мордором. Новые Геббельс-нарративы. Священная война за воссоединение народов. Ну как можно воссоединить разделенные народы, если ты сносишь города и эти народы отправляешь разделенные в изгнание, в Европу. Всем привет, меня зовут Федор Шеленко. Это программа в тренде, а это значит, что ближайшие 10-15 минут пролетят для вас незаметно. Войска террористической федерации опять массировано обстреляли мирных жителей. Теперь досталось Славянску. К сожалению, есть погибшие и раненые. На месте работают все необходимые службы. Пострадавшим предоставляется помощь. Идет разбор завалов. Очередная партия российских оккупантов осознала свою участь в этой войне. Участь, трепетно уготовленную для них их же командованием. Участь самого обычного пушечного мяса. Руководство приема решений на пулеметы, на минометы. Мы сидели под открытым огнем минометов, артиллерии 14 суток. Значит, понесли огромные потери 304 человека. Трехсотых, 22 человека, 200. Командир роты наш погиб. Очевидно, что пушечному мясу не положено жаловаться. А того, чтобы о приключениях пушечного мяса узнали россияне или просто родственники, командование допустить не может. Потому приказ простой. Домой никто из них не вернется. Замкомандиры бригады, полковник Иванов Илья Владимирович, всячески пытается вскрыть свои пробелы в плане отдачи преступных приказов, в плане штормов. Против нас выставили заградотряды и не упускали с позиции. Сейчас нам не дают выйти вообще никуда. Нам нас угрожает уничтожить по отдельности командиру подразделений. Нам грозит опасность. Нам грозит огромная опасность. Ну а дальше по классике. Обращение с просьбой о помощи к хорошему царю-батюшке. Удивительно, но никто из них по-прежнему не уловил простейшие истины. О том, что рыба гниет с головы. Двухсотая армия мира продолжает саморазрушаться и демонстрировать свои непревзойденные навыки. Сюда, блядь. Сюда, блядь. Сюда, блядь. Руич, эй. А ты уверен, что ты умеешь идти? Сюда. Ну что ж, тут украинский спецназ отдыхает, а американские морские котики тихо плачут в сторонке. Так никто больше не умеет. Самое удивительное в этой истории, что этот Рэмбо так и выжил. Солдаты армии РФ по приказу своего руководства разбрасывают в жилых районах Донецка смертельно опасные мины-лепестки, чтобы обвинить в кровавых терактах против мирного населения украинских защитников. В этом признался взятый в плен солдат террористического батальона имени Захарченко Кирилл Вашенко. Я, Вашенко Кирилл Викторович, инженер, сапер, инженерно-саперного взвода 5-й монетаризированной бригады имени Захарченко. Получил приказ своего непосредственного командира с позывным Кен разбросать в Кировском и Петровском районе города Донецка мины-лепестки, чтобы на них потом подрывались мирные жители и обвинить в этом вооруженные силы Украины. А тем временем у российских безумцев, угрожающих всему миру ядерной войной, появились коллеги. Белорусская пародия на Соловьева. А Заренок принялся угрожать ядерным ударам Польше и Литве. Кто вражины? Рохкайте! Беларусь – ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию, ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершится потаенное. Вот и все. Россия окончательно продемонстрировала всему миру, и, конечно же, в том числе так называемому «союзнику» Китаю, свою неадекватность. А главное – укрепила в головах западных элит необходимость полной денуклеаризации этой страны. Геостротек, генералиссимус и царь всея Руси объяснил своим шутам, почему оккупантам так сложно вычислить передвижение западной техники, идущей на украинский фронт. Надо мне задать вопрос, который я уверен, что очень многие россияне хотят, чтобы я задал. Ведь вот вся эта военная техника, система залпового огня, те же танки, они же ведь до линии боевого соприкосновения как-то доезжают. Почему они доезжают? Почему невозможно, что называется, на дальних подступах как-то с ними разобраться? Что-то удается сделать нашим военным, а что-то нет. Переводят скрытно, по ночам. Украинцы теперь будут платить штрафы за наличие родственников в России. Злобная СБУ вычисляет подобных представителей пятой колонны и со своего аккаунта делает им рассылку в личные сообщения. Добрый вечер. Мне сегодня пришло какое-то поведомление от СБУ. И в этом поведомлении написано, что через то, что у меня есть родители на Российской Федерации. У российских последователей Геббельса явный кризис жанра. Или же они уже настолько не уважают своих людей и считают идиотами, что кормят их откровенной туфтой. Вы только оцените этот шедевр фейкометства. Через то, что я с ними поддерживаю контакт, мне пришел штраф 1289 гривен. То есть, через то, что у меня есть кто-то из родителей в России, теперь в нас за это карают. Мне кажется, здесь прекрасно все. От самой информации до подбора актера, который изучал украинский язык, наверное, где-то в Туве. А что вы думаете о творчестве российских фейкометов? Пишите в комментариях, с радостью почитаю. А также ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и звоните в колокольчик. Тем временем продолжает полыхать скандал с Пригожиным. Ну, тем, что Йося, муж Валерии, настолько обделался после публикации его телефонного разговора с миллионером Фархадом Ахмедовым, где они высмеивали действия власти, что начал оправдываться на всех возможных и невозможных площадках, включая и дискредитирующий его Ютуб. Распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Я хочу сказать, что сегодняшние технологии, нейросети, позволяют подделать не только голос, но и беседу. А, вы знаете, интернет превратился в такую большую помойку, где есть что-то полезное, и, естественно, можно девальвировать и скредитировать любого человека. Вы только повнимательнее присмотритесь к лицу Иосифа. Мне кажется, за кадром уже кто-то стоит с пистолетом у его головы. Моя политическую позицию, все знают, она присутствует во всех моих интервью и в общественном поле. Но, вы знаете, когда я послушал аудиозапись, я сам чуть ли не поверил в то, что это я. Я хочу сказать, что, наверное, ни у кого нет сомнений, как блестяще умеют, например, сегодня пранкеры подделывать голоса лидеров и общаться напрямую с другими лидерами, соответственно, как бы, потом делая это достоянием общественности. Нейросети, пранкеры, искусственный интеллект, происки врагов, что только не придумаешь, чтобы сохранить свои деньги, ну и, конечно же, жизнь. Они креативно, они проиграли, они проиграли кварталу 95. И то, что они говорят, что против них мою ТЕСЕ туда-сюда, они сами им дали повод. Его загнали в эту хуйку, он сам себя в это загнал. Честно говоря, да, ну, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы в хуйку. Все равно страну от хуйку считать. Отдал он ее на хуйку, никуда мы не делимся. У нас вариантов нет никаких. Пустышка, 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 пустышка. Закомплексован и этот, и второй, лилипута, блядь. Недорожшие, закомплексованные, блядь. Ненавидят, человеки все их ненавидят, блядь. Эх, бедный Йорик, ну, точнее Йося, в твои оправдания никто не поверил. А вот слова, сказанные в телефонном разговоре, нашли огромный отклик в соцсетях. Одни над Пригожиным издеваются, другие сочувствуют, а большинство просто поддерживает все сказанное продюсером. Ведь огромная часть россиян у себя на кухне именно так и говорит. А что вы думаете об этом? Напишите в комментариях. С удовольствием почитаю. Ведешь свой телеграм-канал, получи в морду. Как бы я уже в культуре и профессиональности российских чинуш уже давно не сомневаюсь. Вот, к примеру, Бандос, а по совместительству мэр российского Оренбурга Сергей Саумин. Очередное тому подтверждение. Благодаря соцсетям и, соответственно, нашим гадаржетам, я еще раз повторяю, выросло целое поколение, которые за свои слова не получали ни разу в морду. А в морду это больно. Когда нос на бок, кровь течет, это больно. Но все-таки в номинации быдуа чинуша месяца Саумина буквально на повороте обошел депутат Денис Терехов из Красноярска, который в начале месяца, а вот сейчас, пожалуйста, не смейтесь, вляпался в скандал, отравившись мухоморами. А после, выздоровев, решил пообщаться с журналистами. Уделите минутку, пожалуйста. Как и ваше здоровье? Прекрасно, мое здоровье. А, ***, не разговаривай больше. Денис, да. Что ж вы так? Денис Эдуардович. Уж не знаю, как у вас, а у меня ощущение, что Саумин и Терехов не мэр и чинуша депутат, а амнистированные зэки-вагнеровцы. Наемничество, как таковое, оказалось бы, запрещено законом на территории РФ. Но, как говорил Жириновский, Это Россия! Ну или же, как объяснялся бы, типичный российский чиновник. Законы, писанные для лохов. А потому наемников из ЧВК «Вагнер» уже рекламируют на улицах и напрямую с экранов телевизора. Факт, что Китай нас фактически поддержал в трудный момент, дорогого стоит. Но побеждать в военном противостоянии и с НАТО, и с его прокси, все равно предстоит нам самим. И здесь очень важно, что в России активно развивается добровольчество. Недавно в Оренбурге открылся первый официальный пункт набора сотрудников организации, которая в ходе своего успела уже стать почти легендарной. Речь идет о тех, кого называют музыкантами. На неделе мы с ними встретились, познакомились. Первое впечатление – структура очень серьезная. Рекламный сюжет, кстати, соответствующий всем понятиям, по которым живет сегодняшняя Россия. Как говорит наше руководство, что мы делаем даже из плохих закладчиков, хороших закладчиков. Тем временем в головах у пропагандистов уже полная каша. Один из них предлагает честно переименовать СВО в священную войну. Второй не понимает, как это возможно после того, что оккупанты сделали с украинскими городами. Я вообще считаю, что надо о спецоперации уже забывать и говорить. Священная отечественная война за воссоединение разделенных народов. Ну как можно воссоединить разделенные народы, если ты сносишь города и эти народы отправляешь разделенные? В изгнание, в Европу. Как их, как, что-то не понимаю, в чем тут объединение их. Вот взяли, там снесли Мариуполь, там разбежались и в Мариуполь заехали, я не знаю, рабочие таджики и росгвардейцы-чеченцы. Это кого объединили? Хорошо нам всем известны, на черченой шойгу Путиным и компанией красные линии уже высмеивают даже в российском камеди. Готов? Стоять? Еще один шаг, еще один, и я при всех клянусь, тебе не поздоровится. Ты меня, наверное, немножечко очень сильно не расслышал? Еще один шаг, еще один, и тебе не поздоровится. Ну все, еще один шаг, еще один, и тебе не поздоровится. Шутников настолько понесло, что порция иронии досталась и независимому президенту Беларуси. Все видели, что он со мной сделал? Что? Я ничего не видел. Белараж! Ты видел? Я видел. А что я видел? Как-то уж слишком много свободы слова и шуток на ТВ. Мне кажется, что уже в скором времени для камеди настанут очень тяжелые времена. Голливуд не перестает поддерживать Украину. Известный киноборец с Мордором и орками британский актер Орландо Блум, он же экранный легалаз. Побывал в Украине в качестве посла ЮНИСЕФ, международной организации по вопросам защиты детей. Орландо Блум встретился с президентом Зеленским. Звезда фэнтези «Властелин колец» также посетил детский центр «Спильно», открытый под землей на одной из станций киевского метро для безопасности детей. А также побывал в гостях у семьи, которая приняла детей, оставшихся без родительской опеки в результате войны. Субтитры создавал DimaTorzok